Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. После сильной ссоры, после сильной ссоры расстались с девочкой, хочу вернуть, что делать? Ну, для начала нужно увидеть, какой вклад вы внесли в ссору, и для чего девочки вообще к вам возвращаться. Вот, если ссора была недавно, то дать время, небольшой человек успокоится, собраться с мыслями. Изучить психологическую игру, скандал, который раскроет ваши собственные проблемы, которые необходимо прорабатывать с психологом. После этого вполне возможно, что девочка вам еще и неинтересна будет. Поднакомился с девочкой, когда я входил в армию, жили в разных городах, весь год общались, я решил приехать с ней. На квартирах в квартиру, но редко там жил, все время просил остаться у нее. Она просила. То есть это, такое желание получается вас к себе привязать. В итоге я предложил переехать мне в квартиру, через месяц я согласился, что жили хорошо, но была ревность с ее стороны. Ревность говорит, конечно, о том, что человек в себе не уверен, но важно здесь другое. Как вы сами реагировали на ее ревность? Как вы сами реагировали на то, что она не уверена в себе? Потому что обычно, когда человек не уверен в себе, другой партнер выполняет роль такого спасителя, опоры и прочее. Купила машину, сказала, что машина внесла меня в страховку, в итоге были ссоры на разные темы. А как это вот связано про машину, страховку и про ссоры? Ну опять же, вы пишите, в итоге были ссоры на разные темы, так а ваш вклад в ссоры какой? Вдруг другу не уступали, а почему вы не уступали? Упирались, почему вы лично упирали, Денис? Начивали день-два в разной комнатах, но в итоге она почти всегда сама шла на контакт, мы мирились и все обсуждали. И выводы-то какие? Все значит смирились. Но ссоры начинались с оскорблений с ее стороны, именно матом и крыло меня. А вы как на это реагировали? Вот. Вы, получается, что каждый раз ждали, что девушка изменится, вы каждый раз думали, что она будет вести себя иначе, или как? То есть, почему есть ощущение, что для вас каждая ссора это что-то вроде, ну не знаю, что-то вроде новости, новости какой-то? Ну иначе. Я сначала терпел, потом стал делать так же, и второе загубили. Терпели вы что, вследствие чего и ради чего? Это очень важный момент. Далее вы пишите, стали делать так же. Во-первых, разрешите узнать. Значит, ну, во-первых, разрешите узнать, что изменилось, что вы стали делать так же. Это первое. Что изменилось. Вот. Что изменилось, что вы стали делать так же. А отдаёте ли вы, опять же, сами, себе отчёт в том, что вы стали делать так же. Вот. То есть, понимаете ли вы, что вот с этого момента я стал делать так же. А если я, например, стал делать так же, то почему я стал делать так же? То есть, по сути, вы стали в ровен со своей девочкой. Вот. То есть, она деструктивно себя ведёт, и вы начали зеркалить ей. Ссоры усугублялись, само собой. Она могла меня ударить или толкнуть. Я в ответ брал и отталкивал её. Были даже синяки на руках, но небольшие. Опять же. Как вы к этому приходили, если отталкивали её. В общем, она мне говорила, что я её не люблю, могу изменить меня, но это вообще не про меня. Ну, то, что вы думаете, что это не так, не означает, что девушку это успокаивает. Говорила, что я её использую. Говорила, что мама так думает. И в их семье я не на лучшем счету. Хотя я знаю, что я очень много сделал для её семьи, и меня они обожают. Но опять же, как будто бы вы не уверены в себя. Всегда спрашивала её мнение, что она хочет так и поступим. Семья говорила, что она сложный человек и сложный характер. Есть такое ощущение, что вы выступаете в коалиции с её семьёй. Это очень важный момент, когда девушка чувствует, что вы на стороне её семьи, а не её. Ссоры усугублялись и помилочами нет. Опять же, вы. Какой вклад в ссору в насилие? Я злился и говорил обидные вещи из-за того, что она не умолкала и продолжала орать и обзываться над ними. А вас слегка задеть? То есть, ну... То есть, девушка, используя мат, может вас задеть. Давайте разберёмся со злостью. Злость это про что здесь? За время вместе она поднимала тему денег, что я мало зарабатываю, и я добился повышения, и всё стало на своём месте. А вот здесь история про то, что она вас не принимает таким, как увезет. Говорила, что хочет больше романтик, чтобы я дарил дорогие подарки, и давал за медикюр, но денег у меня не хватало на это, всё на нас уходило. Что это значит? Что это значит? Вообще, когда она говорит, что вы её используете, это как-то больше похоже на неё, что она нас использует, требует денег и так далее. Давит вам на чувство состоятельности, самооценку, вот. Но тут я не понял, что значит денег мне не хватало на это, всё уходило на нас. На нас это что значит? В итоге просили мы полтора года вместе, за это время хоть и ссорились, и было это неоднократно. Так, ну опять же, да, психологически играл скандал, здесь вам нужно её изучить. А, так, значит, когда я её отталкивала, с себя наговорилась про вещи «уходи», она, что она не принимает рукоприкладство, мы тоже мирились и обсуждали всё, а вы видите, как её делали, и что вы вкладываете в слово «мирились». Последние три месяца был прогресс, не ругались три месяца, но как не ругались, просто соблюдали договоренность, это давало успех. А как вы пришли к договоренностям? Всё шло к предложению руки и сердца, она об этом знала. А вас не смучает, что у вас вот такого рода отношения. Седьмого числа была очень сильная ссора, опять же, куда ушли договоренности с вашей стороны хотя бы, и какой ваш вклад в конфликт. Мы два дня не разговаривали, в пятницу выпили по отдельности в разных комнатах, она пришла ко мне в комнату, я смотрел сериал и смеялся, зашла и говорит, чего ты со своими девушками легко в поведении общаешься. И тут меня накрыло, я начал её жёстко обзывать, она сказала собрав вещи и уходи. Вот вы говорите, меня накрыло, то есть вы получается очень много терпели, получается вы не свободны со своей девушкой. Вот, это болезненные и созависимые отношения, судя по всему. Изучите пожалуйста тему созависимости. Вот. Я начал её жёстко обзывать, агрессию проявлять, я стал собрать вещи. До этого тоже было пару раз, но я понял, что это на эмоциях говорило и потом не обращал внимания. В итоге она всё записывала на диктофон, всю нашу ссору. Я давно просил так не делать, но она продолжала всегда. Опять же, откуда уверенность, что она сделает так, как вы хотите. То есть, понимаете да, что ни она вас полностью не принимает, ни вы её. Я узнал об этом, вырвал телефон через запись и удалил. После чего она начала на меня кидать, в плакате бить. Я взял её за плечи, оттолкнулась себя. От себя она споткнулась в сумку, ударился под бароком, обдавил. В итоге я так сильно схватывал её за плечи. Там сильный фигняк остался ещё ссадины на подбородке. Но вы реагируете себя всё в том, что он не справляется со своими эмоциями, что можете человека покалечить. Ну вот. Как бы. Что это вопрос работы с психологом. После чего она позвонила маме, она приехала, сказала, тебе надо переносить в гостиницу. Я ушёлся, вот она поддерживала контакт со мной, говорила, потому что свои вещи у неё ещё вечером. Баба поможет привести. При чём это? К чему это? Я извинялся, говорил, давай начнем всё заново. Это ошибка заново. Ничего, ничего начать нельзя. Потому что это игнорирование опыта, которое вы получили. Это невозможно. Всё обсудив, отпустив обиды, потому что знаю, что она меня любит. Это было видно во всём. Опустить обиды, кроме как психологам, другого варианта здесь нет. Это ваша работа. Но она не захотела. Вечером приехал. Даба помог с вещами. Перед моим уходом она вслед так сказала, прощай. Везде заблокировалась. Через три дня во вторник я купил святы и написал письмо, где говорили, что я реально разобрался. Вас сам принёс в ответ на работу. Вечером ждал с работы, чтобы пойти в ресторан поговорить. А в чём именно вы разобрались за три дня. Она была настолько зла на меня, что даже не стала разговаривать. Позвонила маме, чтобы она увезла домой. В итоге больше никаких контактов. Везде заблокировалась. Забираюсь сейчас уехать обратно в Питер. Что мне делать? Я её очень люблю. Хочу, чтобы она меня тоже понимала. Хочу вернуть всё. Нам пришлось собраться к себе, Денис. И вот эта вот история. Хочу, чтобы она меня понимала. Это история про то, что вы не принимаете сами себя. И не понимаете сами себя. Требуя этого от девушки. Ну и естественно натыкаюсь на вот такие проблемы. На этом всё. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Просто Worlds того Earth встреч儿 luôn тем, что в К ширины этот город но у нее надея? Всё. 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 Всё.